возьмем паяльник новый в упаковке для чистоты эксперимента здесь на упаковке в принципе написано как паять но не совсем по-русски и не совсем понятно данном видео будет доступно и понятно показано как начать паять новым паяльником сейчас мы его откроем и подключим к сети 220 вольт вообще предполагалось видео на тему почему не появится не берется припой но в ходе эксперимента произошли изменения вот можете посмотреть жало новое блестящее вот поэтому я и поверил жалобам что паяльник не узится припой не берется мало ли что китайцы на модели в общем сейчас подключим и детально подробно рассмотрим процесс служения нового паяльника конечно я подготовился к случаю неудачи и в голове прокручиваю разные методы лужения и подготовки паяльником например обработка наждачки в среде специального флюса но сейчас мы увидим как все произошло ждем когда он разогреется это буквально несколько минут время соизмеримо с длительностью видео вырезано видео только сам процесс нагрева и здесь как видим важный момент припайки это наличие канифоли она смывает ки окислы и разжижает припой степень нагрева я обычно определяю по испарению канифоли вот здесь видно как капли канифоли повисла на паяльнике это недостаточная температура канифоль должна испаряться сразу с характерным дымком так ну вот температура температура нормальная сейчас все станет ясно там у меня в баночке кусочек припоя сейчас попробуем его растворить но я ожидал другого результата но как мы видим припой отлично растворяется и берется паяльник в общем это благодаря присутствует канифоли я просто так как-то автоматически это сделал сейчас попробуем просто кусочек чистого припоя ну все берется отлично думаю жалобы были напрасными паяльник хороший главное здесь усвоить основное правило канифоль потом припои без канифоли нельзя понять конечно сейчас есть много всяких правильных плюсов канифоли канифоль это классика обычно обычно и другие паяльники так лудится с канифолью хотя медное жало лучше защищать до блеска но я не заморачиваюсь подержал в канифоли и сразу припой ну для стопроцентной уверенности в паяльнике попробуем облудить провод ну любой провод прежде чем паять нужно облудить чтобы он покрылся слоем припоя сейчас мы его зачистим снимем изоляцию и важно помнить что нужно еще зачистить от грязи и окислов можно использовать надфиль пинцет или еще что-то провод можно обмакнуть в канифоль а затем нанести припой тонким слоем в идеале слой должен быть как можно тоньше как пленка для этого остатки припоя смывается канифолью или флюсом в общем канифолью смочили затем в припой это важное правило но самое главное это детали должны быть тщательно зачищены как видно на видео паяльник без проблем облудился и хорошо паяет ну если попадется более капризный паяльник будет другое видео